о главных принципах жизни. Может быть, вы уже заметили, что те принципы, которые я привожу, в чисто психологическом смысле, в смысле упражнения, являются чем-то вроде бритвы. Бритвы, которой пытаешься отрезать что-то лишнее и ненужное в своем собственном мышлении. Бритвы, которая помогает жить. И следующий принцип или следующую бритву я для себя называю принципом судьбы. И это не знаки рока. Это хорошо знакомое каждому из нас и на самом деле самое сложное в жизни утверждение. Нужно научиться отделять то, чего мы можем изменить, от того, чего мы изменить не можем. И вот это самое, то, чего мы изменить не можем, оно, собственно говоря, и является судьбой. Чем-то, не зависящим от нас. И, наверное, это упражнение самое сложное в человеческой жизни. И, конечно же, ему надо учиться и учиться. И мы занимаемся этим прямо сейчас на очных курсах в Москве, которые идут по понедельникам и четвергам в 19.00. Вся информация есть на сайте Серебряные Нити. Вы легко найдете наш сайт, набрав это словосочетание в любом поисковике. И по субботам в 18.00 для тех, кто живет не в Москве, мы предлагаем формат вебинара, где обсуждаем те самые главные принципы жизни в применении к нашей повседневности. Поскольку, конечно, вот об этом искусстве, искусстве отделять то, чего мы можем изменить от того, чего мы не можем изменить, за пять минут хорошо не скажешь. И, тем не менее, древние и на Западе, и на Востоке, и в Древней Греции, и на Древнем Востоке, и в Древней Иудее прекрасно умели отвечать на этот вопрос. Очень коротко и ясно, они утверждали, что от нас не зависят три вещи в жизни. Это здоровье, богатство и слава. Если вы задумаетесь, то поймете, что наука еще не дошла до того уровня знаний, чтобы наше здоровье и правда зависело от нас. Почему? Ну, потому что и на здоровье, и на богатство, и на славу это вещи, на которые действует такое количество факторов, что человек не может учесть их все, или даже большую часть из них. Поэтому здоровье, богатство и слава – это три темы, на которых спекулируют и наживаются бесконечное количество людей, утверждая, что они узнали, как же их достичь с помощью сознательного усилия, как сделать их зависящими от нас. Но если мы с вами хотим мыслить трезво или соответствовать разуму, то мы должны признать, что ни первое, ни второе, ни третье на самом деле от нас не зависят. Люди сходят с ума, гоняясь за собственным здоровьем, и умирают совершенно неожиданно и внезапно от неучтенных факторов собственного организма. Люди всю жизнь гонятся за богатством и умирают глубоко неудовлетворенными, потому что ни один магический способ не помогает его достичь. Люди стремятся к славе и читают массу учебников о том, как достичь популярности, но чего-то, что они сами внутренне чувствуют как славу, так никогда и не достигают, и тоже умирают неудовлетворенными. Даже сам факт, вот сама попытка признать эти простейшие вещи внутренне для себя освобождает, уважаемые господа, просто гигантское количество времени для чего? Ну, Синека сказал бы, для соответствия разумной природы человека. Для соответствия, простите, разумной природы человека. Для поиска смысла, для поиска веры, для поиска разума, в конце концов своего собственного разума. И самое главное – просто эти вещи признать. Это ведь все не означает, что человеку нельзя или противопоказано стремиться к здоровью, богатству или славе. Но вся проблема заключается в том, что достижение и первого, и второго, и третьего напрямую от нас не зависит. Если вы себе это скажете, закроете глаза и попробуете почувствовать, какой эффект это признание производит, вы поймете, что какое-то внутреннее напряжение, внутренняя суета, внутренний гон немедленно отступает. желать только их, то есть жить ради того, чтобы быть здоровым, по меньшей мере глупость. Как и желание жить ради того, чтобы прославиться. Дело все в том, что все эти три вещи – здоровье, богатство и слава – это средства. Средства. Здоровье – это средства для того, чтобы сделать что-то осмысленное. Сделать что-то для себя и для других людей, ну хотя бы для своих собственных детей и потомков. Богатство – это средства. Ну они же средства, так что куда же деваться. Богатство – это средство для того, чтобы создать что-то разумное, доброе, вечное. А слава – это возможность, средство для того, чтобы это разумное, доброе, вечное, созданное кем-то богатым и умным, донести до других людей. Слава – это способ сделать для людей что-то большое и хорошее, что-то им объяснить. Если мы этого не понимаем, не признаем, что и здоровье, и богатство, и слава – это вещи, которые не зависят от нас, мы не стаём, мы остаёмся несчастными, даже если достигаем и первого, и второго, и третьего тем краешком, который нам позволен. Подумайте об этом. Субтитры создавал DimaTorzok